Здравствуйте, меня зовут Дима Митянин. Это был своего рода логопедический конкурс среди дошколят на логику рассудительности мышления. Безусловно, воспитанники детских садов, а их было 22, стали главными действующими лицами речевой игры. Но за каждым из ребят стоял профессионал, учитель-логопед в того или иного дошкольного учреждения. Такие конкурсы дают детям много позитива, расширяют кругозор у детей, учат вступать в взаимодействие со сверстниками. Учат коммуникации, мобильности. Это такие качества, которые нужны в современном обществе. В процессе игры участников разделили на четыре команды, которые попарно соревновались между собой. Литмотивом конкурса стал цирк и все, что с ним связано. Например, в задании «Составь рассказ» ребята описывали цирковые профессии. На этапе мы, жонглеры, показали умение владения словом, подбирая антонимы и синонимы. А в задании «Собери пазл» мальчишки и девчонки составляли из кусочков цирковую афишу, а затем отвечали на вопрос, что можно из этой афиши узнать. Можно узнать номер, когда он будет и во сколько часов. По результатам игры Вадим Иванов из детского сада «Аленький цветочек» стал самым результативным игроком команды «Азорные киндеры». Вместе с ним радость победы разделила его учитель-логопед Анастасия Канцер. Кроме того, лучшими в процессе конкурса стали еще трое ребят. Маша Балязина из детского сада «Огонек», Егор Горынцев из «Колобка», Иваня Карзин из дошкольного учреждения «Теремок».